Добрый день, меня зовут Ерёменко Владимир, я тренер тренажёрного зала Gym Style. Сегодня я хочу вам напомнить о таком упражнении, которое мы часто забываем включать в свой тренировочный процесс, как Pullover. Данное упражнение является базовым, поскольку оно включает в себя работу сразу же нескольких групп мышц, таких как грудь, широчайшие мышцы спины и длинную головку трицепса. Также это упражнение очень хорошо подходит для расширения грудной клетки. Если у вас есть в палости, в груди, тогда оно поможет вам сделать красивую, здоровую грудь. Итак, приступим непосредственно к выполнению упражнения. С этим мне поможет также тренер тренажёрного зала Александр Носков. Ложимся спинкой на скамейку, руки держим на нижнем блине и при опускании гантели вниз мы делаем глубокий вдох и таз у нас уходит вниз. Также при выдохе таз поднимается и так же само поднимаются и руки. Ещё раз. Выдох, глубокий вдох, выдох. Стараемся выполнять это упражнение максимально с правильной техникой. Итак, при опускании гантели вниз таз у нас уходит тоже вниз и мы делаем глубокий вдох для максимального расширения грудной клетки. На выдохе мы выводим руки в исходное положение и таз у нас так же само поднимается вверх. Так мы делаем несколько повторений. Данный способ выполнения этого упражнения является базовым. Также мы сейчас вам покажем ещё один способ выполнения этого упражнения, которое подходит, если у вас есть проблемы с позвоночником. Позвоночник будет более прилегать к скамейке, на него не будет дополнительной нагрузки. Поэтому это упражнение можно делать с проблемной спиной. Ложимся на скамейку полностью, упираемся ногами в пол. Так же само делаем глубокий вдох. На вдохе опускаем гантелю вниз. На выдохе гантель обратно подымается. Максимально стараемся вдохнуть, чтобы растянуть грудные фасции. Подымаем. Данное упражнение лучше всего делать до 27 лет, так как растущий организм и это упражнение позволяет максимально расширить грудную клетку. Сегодня мы с вами познакомились с таким упражнением, как пловер. Может это упражнение для вас было новым, а может уже привычным упражнением. Я считаю, что это упражнение стоит обязательно включить в свой тренировочный процесс, если вы ещё этого не сделали. Будьте здоровы и ходите в зал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова